Философов, поэтов, горновых, горнистов, возвещающих зарю. Я помню всех своих учителей, за выучку их всех благодарю. Я на земле живу, а не гощу. Мне в этом мире дело до всего. Не потому ли я до сих пор ищу и нахожу учиться у кого? Теплые слова – единственный подарок для этих педагогов. Ученики рады бы принести цветы, да не позволяет режим. В колониях региона праздничными уроками отметили День учителя. Татьяна Александровна после вуза по распределению попала в среднюю школу села Бородино, Гаврилово-Пасадского района, где и проработала больше 30 лет. Сейчас женщина совмещает. Преподает физику ученикам и за колючей проволокой. Программа в зоне такая же, как и в общеобразовательной школе. Те же учебники, те же уроки. Я понимаю, что им сложно начинать все заново вспоминать и учить. Конечно, мы радуемся каждому успеху. Это наша профессия, мы этим живем. Когда идет отдача от ученика, он понял совсем другое настроение учителя. В колониях общее среднее образование. Те, у кого его нет, получить обязаны. Если подходят по возрасту. Есть ограничения. Возраст учащегося до 30 лет. После образование тоже получают, но по желанию. В нашем учреждении обучается 26 осужденных в школе. Также у нас можно получить специальность портной и специальность швеи. То есть сейчас на данный момент набрано 50 осужденных, по 25 человек группа. Как ни старается педагог, атмосфера сегодня совсем не учебная. Праздник. И ученицы с богатым жизненным опытом вспоминают своих первых учителей. Там, на воле. Да, помню свою первую учительницу, самую первую, которая с 1 по 3 класс Петухова Юлия Михайловна. Была очень хорошая женщина. Ее, к сожалению, уже нет в живых. Но вот она как-то на протяжении всей жизни запомнилась так. Была очень добрая. У меня в школе на тот момент все учителя были хорошие. Я ни о ком не могу сказать плохого. У нас Анна Сергеевна, наш классный руководитель по математике, была строгая. То есть от нее не сбежишь. И здесь, конечно, здесь тоже все учителя хорошие у нас. Школы в зоне от обычных ничем не отличаются. Впрочем, как и учителя. Разве что у педагогов за решеткой нервы крепче. И работать им приходится больше. У многих осужденных отсутствуют даже элементарные знания. Ближе к 30 они только начинают учиться, писать и читать.